Есть такие? Я к доске вызывать не буду, мне просто интересно. На самом деле, один человек нашелся, он, правда, не сознается, но он такой есть. И у него сразу не получилось ничего, потому что я неправильно дал определение, где-то функции. На самом деле, определяется так. Дет-функция, ну там, многообразие алгебраического, это экспоненты, суммы, числа точек. На Д в Ку в степени Р, сумма по Р от единицы, поделить на Р на Т в степени Р. Вот здесь не нужны минусы. Я почему-то подумал, что здесь минус нужен, но это я ошибся. Вот, и тогда, я надеюсь, упражнение получится, если кто-нибудь захочет их сделать. Так. Ладно, сегодня мы поговорим, будем говорить в несколько такой, про несколько более общие вещи. Давайте я сразу все буду определять, ну и говорить для абелевых многообразий, это более правильно. Но в основном, конечно, речь будет об эллиптических кривых по-прежнему. Так что, если хотите, можете считать, что наше абелевое многообразие – это эллиптическая кривая. В большинстве случаев так и будет. Значит, абелевое многообразие... Ой. Это проективная алгебраическая группа. Вот у нас были... Так, нет, это нельзя писать. У нас были афинные алгебраические группы. Это противоположная ситуация. У нее... Значит, у такой группы его нет представления, действительно, но зато есть важное свойство, что... Вот так, как я определил, есть замечательная теорема, состоящая в том, что абелевое многообразие коммутативно. Ну, да. Нет, ну, как у... Ну, потому что отображение... Алгебраическое отображение проективного многообразия в ЖЭЛИН, даже можно не говорить о том, что это гомоморфизм, оно все равно будет в точку. Ну, то есть представление не как группы, а представление как группы со структурой многообразия, да? Ну, да, как алгебраическая группа, да. Вот. Так, давайте, раз уж мы начали определять... Можно еще объяснить, почему абелевое многообразие, а не в проективной алгебраической группе, когда пропало слово? Групповой закон определяется в геометрии практически однозначно. Ну, да, сейчас в некотором роде я это скажу. Да. Значит, давайте... Вот, когда я буду говорить об отображениях из двух... Из абелевого многообразия А в абелевом многообразии Б, я буду уметь в виду только те отображения, которые сохраняют... Ну, вот, как это, ноль группового закона, да, или единицу. При этом я ничего не говорю о том, что это гомоморфизм, на самом деле, опять-таки, есть еще одно утверждение, состоящее в том, что... На самом деле, во-первых, даже если отображение... Есть два утверждения. Первое... Давайте, оно будет не Фи, а Ф. Если Ф из А в Б рационально, то из этого обязательно следует, что оно регулярно, а во-вторых, вот, действительно, если... Если Ф сохраняет групповой закон, то из этого следует, что это гомоморфизм. Сохраняет не групповой закон? Сохраняет... Ну, выделенную точку, на самом деле, просто. Ноль, да. Ну, и в некотором роде действительно означает, что групповой закон определяется геометрией, да. А что если раз если вы сохраняете ноль, то что... То любое отображение, которое сохраняет ноль, оказывается гомоморфизмом. А в первом пункте важно, что В, это, наверное, отображение. На самом деле, да. Так. Обозначение, давайте, еще будет. Я сказал, что такое хом. Эндоморфизмы А, это, разумеется, хом из А в А. И я еще буду пользоваться таким определением эндоморфизмы с кружочком или с ноликом. Это я потензорю на q. На z. Вот. Ну, соответственно, это какое-то кольцо. Естественным образом. Потому что здесь есть сложение и есть композиция, которая будет умножением. А это, соответственно, q-алгебра. Вот. Давайте поймем, что это q-алгебра конечномерна. Это связная штука, да. Пардон. Связная. Нет, я не про это говорю. Энд А, априория, это просто глупая. Не априористка какая-то. Да, это просто... Это даже кольцо. Как вы определяете на ней связанные компоненты? Никакой связанные компоненты. Энд А... Это не связанные компоненты. Это Энд А, тензор q над z. Это определение. А, окей, 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 ладно. Это не связанные компоненты. Это дискретное кольцо, я его потензорил на q. На самом деле, это там z-алгебра, вот можно потензорить на q. Она все равно без кручения, поэтому мы ничего не теряем. Особенно. Так. Если r это буква из хома сперва, то почему второе свойство, она как разрушит его определение? Зачем вы описали компоненты? Нет, потому что хома имеется... Ну, это было просто обозначение. Хома это просто любые морфизмы многообразия, которые... Которые сохраняют ноль. А теперь отдельная теорема. Вообще-то оно как бы... Так сказать, комментарий к этому определению. Тут у меня фи, а здесь у меня фи вообще. Так что чего? В чем вопрос? Или я не понял вопрос? К сожалению, все такие это гомоморфизмы? Все такие гомоморфизмы, да. То есть не нужно проверять, что это гомоморфизм в ситуации, когда... Ну, у нас облива многопрессия. Так. А над чем поработать? Ну, пока это над любым полем. Да. Над полем К. То есть тут никакой специфики конечного поля нет. Так. Еще между абелевыми многообразиями бывают изогении. Вот фи из А в Б. Фи... Давайте я буду писать. Значит, фи вот из этой группы хом, это изогинея. Это значит, что фи суррективно и конечно. Вот. Давайте я сразу скажу, что это значит для эллиптических кривых. Так. Так. Почему у нас нет крючений? Сказалось бы у нас... Ну, нет. Ну, это надо доказывать. Это как? Нет. Есть уложения. Сложения нет крючений. Сложения нет крючений. Сложения нет крючений. Зет-алгебра без аддитивного крючения. Ну, как? То есть, мы спросим, у нас аддоморфизм, например, аддитивный переводит? Мультипликативное крючение есть, а аддитивного нет. То есть, там мы предполагаем, что мультипликативного эндоморфизма не есть? Я просто сказал, вот здесь вот у нас эндоморфизмы вкладываются в эту алгебру. Это значит, что нет Z-кручения аддитивного. Это же кольцо, в нем бывает как бы кручение аддитивное и мультипликативное. Ну, не знаю, как еще сказать. Так, если E-эллиптическая кривая, то для φ из эндоморфизмов E либо φ равно нулю, либо φ из гения. То есть, вот это слово, что φ из гения для эллиптической кривой, ну, просто означает, что это не нулевое отображение и все. Так что, если вы думаете об эллиптических кривых, то из гения для вас это просто не нулевое отображение. Но из этого замечания есть замечательное следствие, более-менее очевидное. что, если E-эллиптическая кривая, то вот это... Фи лежит в хомах. Гоморфизмы по поделению это оно. Нет, там гоморфизмы, они призвольные так хитрые, что... Что они сохраняют ноль. Вот. Третья строчка сверху. Хом из А в Б это ровное отображение, произвольное, сохраняющее ноль. Так получилось, что они все гоморфизмы. А, сейчас я структурный пучок или ноль? Ноль. Ни каких структурный пучок, ну, не знаю. Это ноль такой. Нормальный пучок? Самый настоящий, который... Да, извините. Так, если E-эллиптическая кривая, то ее алгебра эндоморфизмов — это алгебра с делением. Ну, ровно по этой причине, если у нас тут есть... Ну, вернее так, значит, легко увидеть, что нет делителей нуля. Я вот это скажу. Значит, делителей нуля нет, потому что, если у нас берется композиция двух из гений, то одна из них... Ну, вообще, произвольных отображений. Они, на самом деле, из гений, значит, первая из них сюрреективна, значит, вторая — ноль. Ну или наоборот. А, скажем, для Эллиптическая кривая — это уже не так, да? Или там... Да, она должна быть простым. Ну да, она должна быть простым. Ну да, например, для квадрата эллиптическая кривая — эндоморфизм — это матрица над эндоморфизмом и кривой. Так, пример из гений. Самый простой пример, ну, поскольку у нас эта группа, мы можем умножение на m рассмотреть. Ну, соответственно, такая штука задает вложение z в эндоморфизм. Так, чуть... Вот теперь давайте перейдем к случаю, когда у нас k — это конечное поле. И тогда есть замечательная даже изогения, ну или эндоморфизм. Он называется почему-то эндоморфизм фрабениуса, а не изогения. Эндоморфизм фрабениус. Ну, проще всего его определить на проективном пространстве. Давайте сначала вот f с проективного пространства в себя же. В однородных координатах просто переводят эти однородные координаты в укутую степень. Вот, такое в укутую. Вот я для того и определяю, чтобы никто не запутался. Значит, кутая степень берется. И, ну, может быть, в общем случае... Сейчас я объясню, почему это для эллиптических кривых. Но, на самом деле, f можно ограничить на наше обелевое многообразие. Будем это называть fA. И вот это будет отображение из A в A. Очевидно, что оно сохраняет 0. Поэтому fA лежит в эндоморфизмах A. Вот, давайте для эллиптических кривых увидим... Даже давайте... Тут не важно, что у нас обелевое многообразие. Давайте... Х — это плоская кривая. С уравнением... Ну, на самом деле, он сохраняет все рациональные точки. В том числе 0. Возьмем плоскую кривую с уравнением fA равно 0. На плоской кривой тоже есть такое отображение. Всегда. Тогда... Ну, что делает фрабиниус? Он точку с координатами xy переводит... Я сразу перешел во афинные координаты, как я объяснил на прошлой лекции. Это первым делом надо сделать. Значит, у нас точка xy переходит в точку x в степени q, y в степени q. Поскольку у нас f — это многочлен с коэффициентами в fq, мы можем эту степень вытащить наружу. И это снова будет 0, если f от xy было равно 0. Значит, эта точка снова на нашей кривой. Это я проверил на точках. Ну, можно применить аргумент с логебраическим замыканием или что-то еще сказать. Но, на самом деле, вычисление такого рода показывает, что это у нас... Означает, что у нас отображение получилось в логебраических кривых. Вот. Ну, в частности, для эллиптической кривой это будет из гинии. Так, и есть еще такая вещь, как замена поля. Наверное, лучше так сказать. Если у нас, в общем, произвольные поля k и l, а белеумногообразие a определено над k, ну, тогда у нас есть расширение скаляров a, l, и вот мы определим эндоморфизмы нашего a над полем l как эндоморфизмы вот этого расширения скаляров. Вот. Будет такое обозначение. Так, ну, наверное, какие-то базовые вещи я сказал. Вопросы. Давайте теперь будем понимать, почему... Да, это то, что я сказал. Ну, по-простому это такое отображение, которое, ну, определено над l, да, там, задается рациональными функциями с коэффициентами в l. в l. Так, давайте теперь поговорим про модуль Theta. Ой, пешмар. Видно вообще, что я пишу? Нет, я как-то там не затерлась. Понятно. А, в коробочке, ух ты. Вот это идея. Так. А есть предложение, что просто доска мокрая? Наверное, что подсвечивает. Нет, ну, можно пока... Ну, ладно. Так. О, отлично стало. Все. Обозначим m-кручение, где m- это какое-то целое число, ну, даже натуральное. Значит, это ядро просто умножения на m на точках А, которые определены над замыканием нашего поля. Имеется теорема, которая говорит, что если характеристика нашего поля P не делит это m, то структура этого кручения, но она устроена так же, как характеристики 0. Это z по m в степени удвоенной размерности А. А вот если... Ну, не если, а просто. если мы возьмем P, кручение... ядро умножения на p в степени r, это будет z по p в степени r в какой-то степени альфа, где альфа у нас от нуля до размерности. Вот. Это так устроено. Ну, и, соответственно, модуль tata... Это... Ну, коротко эта штука определяется как проективный предел этих самых кручений для l в степени m. Вот выберем l простое. В этом определении может быть l равно p. Ничего страшного, значит. Будет p и модуль tata. Ну, можно этот предел понимать как множество таких последовательностей. Бесконечное вправо, где ar-т лежит в кручении, и выполняется, что l на ar равно ar-1. То есть мы берем какой-то элемент l в кручении и дальше извлекаем корни l-той степени. И так их как-то... Ну, надо выбирать корень каждый раз. Вот мы их выбираем. Следствие этой теоремы состоит в том, что модуль tata он либо свободен это zt, либо zt в степени две размерности a, если l не равно p. Ну, либо имеется модуль tp от a, который... Ну, это поэтические числа вот в степени альфа. Мы про эту альфу ничего не знаем. Вот так. А вот эта альфа, она одна для всех степени альфа. Да, наверное, стоит сказать, альфа не зависит от r. Только от a. От a зависит. До любого эра, но и тоже альфа. Ну, в частности, отсюда получается вот эта. Так. Да, здесь, наверное, еще одна строчка у меня поместится. Давайте я напишу две вещи. Во-первых, определение. Можно потензорить модуль tata на ql, на zl. Получится векторное пространство над ql, которое я буду обозначать vl от a. И второе. У нас есть естественное отображение tl... Пардон. Если φ – это какое-то отображение, какой-то хом из а в b, какой-то гомоморфизм, то тогда можно определить... Тогда он, конечно же, индуцирует, из этой формулы хорошо видно, гомоморфизм модулей tata. Вот. Утверждение, на самом деле, не очень сложное, но я его так, только чуть-чуть прокомментирую. Если l не равно p, то вот это вот tl задает вложение хом из а в b, tensor zl в хом между модулями tata. Ну, я тоже его буду называть tl. А если l равно p, если у нас e – это эллиптическая кривая, то, на самом деле, имеется такая вещь. Ну, конечно, надо предположить также, что вот этот pt и модуль tata не равен нулю, то есть это zp. Тогда это утверждение тоже верно. Давайте я про эндоморфизмы сразу его скажу. что если мы эндоморфизмы помножим на zp, то все равно у нас будет… да, это вложение. Утверждение в том, что это вложение. Значит, это тоже будет вложение в эндоморфизмы. Отсюда сразу два следствия. Первое следствие из первой строчки. Ну, оно состоит в том, что размерность алгебры эндоморфизмов, давай даже с кружочком, любого обелевого многообразия над q, ну, конечно же, меньше либо равно, чем размерность над q, алгебры эндоморфизмов уже модуля tata. А поскольку мы проверили, что это конечномерное векторное пространство размерности двойной размерности, многообразия, то это будет меньше либо равно, чем удвоенная размерность a в квадрате. Ну, в данной, пока что нам важно, что это просто конечномерная алгебра. А следствие два состоит в том, что если у нас эллиптическая кривая и у нее модуль tata не равен нулю, то алгебра эндоморфизмов коммутативна. Кольцо тоже. Ну, пока что, как я определил, просто ну, обелева группа, там, zl-модуль, да. zl-модуль. Так, давайте я кратенько скажу про связь с дзетой функцией, как раз у меня здесь хорошо это написано. Теорема. Как модуль tata и фрабениус связан с дзетой функцией. Фрабениус, как изогиния, действует на модуле tata. Соответственно, мы можем записать, чему равна дзетой функция обелевого многообразия. Это отношение. То есть то, что я пока опишу, это, в общем-то, верно для любого многообразия размерности g. У нас есть многочленные с нечетными номерами. p1, p3 и так далее до p2g-1. Значит, g это размерность. Ну а внизу, соответственно, p0. Дальше идет p2 и все с четными номерами. p2g. Вот, про обелевое многообразие. Это верно, в общем, для любого проективного гладкого. Теорема Гротендика. Но для обелевого многообразия можно сказать точнее, что вот этот p какой-нибудь rt равен характеристическому многочлену 1-tf на rt и внешней степени как раз в модуле t. Давайте просто это явно напишем для эллиптической кривой. А f просто отмокрит фрабениусом, который здесь не в числе требует. Ну, давайте f a я напишу. Которая, соответственно, вложена p l. Давайте. Я здесь один раз напишу f. Значит, здесь под f имеется в виду t l f a. Более правильно, наверное, так написать. Но в случае с фрабениусом я, наверное, t l буду пропускать. А сейчас, т.е. это оператор на модуле t, да? Да, это оператор на модуле t. Ну, соответственно, на rt и внешней степени тоже получается оператор. Можно взять характеристический многочлен. Утверждается, что вот этот многочлен, который появляется в дет функции, вот он равен ему. Когда ты пишешь l, всегда понимаешь, что l не равно характеристике, да? В данном случае, да, l не равно p. А это будет просто, в внешней степени, это будет просто этальная гомология, да? Это, вообще-то, это этальная гомология, потому что... Да, ну, т.е. двойственная модуль. Так вот, я напомню с прошлой лекции, что p1 для эллиптической кривой был равен qt квадрат минус bt плюс 1, где q — это число элементов в поле конечном. Отсюда получается очень интересная вещь. То есть мы знаем, что это характеристический многочлен Фрабениуса на модуле Тейта. Ну и на самом деле такое же соотношение будет в алгебре эндоморфизмов. Т.е. мы получаем, что для f, ну, fe я напишу, для Фрабениуса, выполняется соотношение f квадрат минус f минус bf плюс q равно нулю. Вот очень важное соотношение, которое мы будем пользоваться для эллиптической кривой. Ну, дело в том, что это характеристический многочлен такой вот кривой. Тут надо совершить интеллектуальные усилия и понять, что для f на самом деле такое. То есть это характеристический многочлен единицы на f на 4. А, где-то подача в 0 b плюс q равно нулю. Что-то этот маркер перестал писать тоже. Так, теперь про базовые вещи я сказал, теперь давайте поговорим про суперсингулярные эллиптические кривы, как я обещал в прошлый раз. Теорема состоит в том, что следующие условия эквивалентны. Первое условие, ну, что, значит, для эллиптической кривой е над конечным полем f q. Первое условие состоит в том, что е суперсингулярно. Ну, и в прошлый раз, напомню, это означало, что оператор Cartier регулярной формы равен нулю. И это такое нестандартное определение. Стандартное определение в том, что p к ручей не равно нулю. И оно же, очевидным образом, эквивалентно пункту 3, что p этой модуль t равен нулю. Четвертый пункт энтоморфизмы над замыканием f q. Это алгебра квотернеонов. Давайте я пока не буду объяснять, что это такое, если кто не знает. П этой алгебры квотернеонов она размером 4 на q. Не коммутативная алгебра. Ну, просто. Мы подробнее поговорим потом про нее. Пятый пункт почти то же самое. Состоит в том, что энтоморфизмы над достаточно большим расширением нашего конечного поля. Это квотернеоны. И последний пункт, что вот этот наш многочлен p1. Тоже для кривой, не для самой кривой e, а для кривой, в которой мы расширили скаляры на достаточно большое поле. То есть f в q в степени r тоже мы возьмем. Это будет qt минус 1 в квадрате. Вот, давайте я сразу прокомментирую, что то, что 2 эквивалентно 3, это следует из этой теоремы. То, что из 4 следует 3, это следует, получается, из следствия 2. Правильно? Потому что если модуль t, если эта штука не коммутативна, то модуль t не может быть не равен нулю. Так, ну и 4 эквивалентно 5, тоже я уже сказал, потому что алгебраическое замыкание в q, это объединение конечных расширений. Условия 4.5. Значит, алгебра квадронионов, по своему определению, это алгебра размера 4, которая не коммутативна изделения? Нет, это не определение алгебра квадронионов, это ее свойства. Какое определение? Определение будет потом. А что? Потом будет. Ну, я думаю, ты знаешь, что такое пета-алгебра квадронионов над q. Нет, я не знаю, но я не хочу сказать, что... Потом будет подробное ее обсуждение, я сейчас просто не хочу. Мы ее даже вычислим в самом конце, все будет нормально. Так, мы будем доказывать, что 5 эквивалентно 6. И для этого мне понадобится теорема Тейта. Наверное, я ее здесь сформулирую. Теорема такая, если обелевое многообразие у нас над каким-то конечным полем fq, то тогда хом из А в В тензор QL из аморф на гомоморфизм, который коммутирует с фрабиниусом. Давайте я вот их обозначу хом F на модулях Тейта. Ну и вот подробно это определяется так. Это такие отображения φ на модулях Тейта, которые коммутируют с фрабиниусом. Ну, правильно написать тут тоже TL, но давайте я не буду писать. Саму эту теорему я почти докажу, но не до конца. В действительности я докажу такое следствие. Для эллиптических кривых это то, что нам будет нужно. Если у нас есть эллиптическая кривая тоже над конечным полем, тогда либо ее алгебра эндоморфизмов – это мнимое квадратичное расширение Q, либо эндоморфизм – это алгебра квадратнионов. Вот при этом, да, пардон, при этом в этом случае вот это К, оно прожидено фрабиниусом, а в этом случае фрабиниус лежит в центре этих самых квадратнионов. Это Q. Следствие. Если Е – эллиптическая кривая, то либо эндоморфизм – это мнимое квадратичное расширение Q, которое прожидено фрабиниусом, либо эндоморфизм – это алгебра квадратнионов. И фрабиниус лежит в центре, но это на самом деле очевидно, тут доказывать нечего. Фрабиниус со всеми коммутирует, со всеми изгинениями, поэтому он лежит в центре. Вот, такая формулировка. Давайте сразу поймем, почему из этой теоремы следует, что 5 эквивалентно 6. То, что у нас… Значит, что из 6 и 5 получается? Это легко. Вот это вот условие означает, что фрабиниус – это Q. Просто фрабиниус равно Q. Q маленькому. Соответственно, он лежит в рациональных числах. И по второй части следствия, это означает, что алгебра эндоморфизмов – это квадратнионы. Наоборот. Если у нас алгебра эндоморфизмов – квадратнионы, значит, фрабиниус лежит в центре, то есть в Q. Ну и дальше, чтобы сказать, что у нас вот ровно такое… Такое характеристическое уравнение на него, ну, нужно воспользоваться, наверное… Наверное, это как-то нужно элементарно понять, но я не сообразил. Проще в этом месте сказать, что есть гипотеза Риммана для многообразия над конечными полями, которое говорит, что фрабиниус, ну, вернее, собственные значения f, тут я напишу tl от f, они равны по модулю корня из Q. Комплексный модуль собственного значения tf равен корню из Q. Ну, соответственно, в квадрате это Q. А, я, кстати, описался. Здесь надо не R написать, а 2R. Значит, над расширением… R достаточно большое, но тут должна быть степень 2R. Давайте я крупнее это напишу. Нет, почему? Конечно, точно так же. В этом следствии е-эллиптическая кривая над FQ. Точно так же. Есть два варианта. Либо алгебра прождена фрабиниусом, либо она квадратная. То есть, в первых случаях кто-то сделал, а второму не будет? Да. А что же происходит при расширении? Разное. У нас будет пример, в котором мы видим. Ну, она может стать больше, да. Может стать больше. А это внутреннее, опять же, над чем? Это четырехмерная Q-алгебра. 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 Так, есть вопросы? Давайте доказывать терему Тейта тогда, если нет вопросов. Q-алгебра. А вот. Q-алгебра. 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 Я надеюсь, последний раз я этим занимаюсь. Так, можно ли что-нибудь прочитать, интересно? Давайте докажем теорему Тейта. В этой теореме я больше ничего доказывать не буду, просто потому что, собственно, почти все импликации доказаны, кое-что осталось. Не то чтобы это сложно, но это не так интересно, а времени мало, но это уже намного менее интересно, поэтому я это пропущу. Так, понятно. Доказательство устроено так, во-первых, мы можем сразу доказывать линдоморфизм. Для эндоморфизмов. Дело в том, что хом из А плюс Б в А плюс Б, несложно проверить, что это с кружочком, эндоморфизмы А плюс хом из А в Б плюс хом из Б в А плюс эндоморфизмы Б. Поэтому, если мы докажем, поэтому достаточно доказать, что если мы эндоморфизмы потенцирируем на Куэль, то это то же самое, что эндоморфизмы, которые коммутируют СЭФ модули Тейта. Ну и в частности из этой формулы, раз был вопрос, давайте сразу скажем, что эндоморфизмы А квадрат — это матрицы над эндоморфизмами А. То есть там могут быть вообще-то делители нуля, если размер больше единицы. Так, это первый пункт. Дальше мы скажем следующее. Это как раз очень сложный, вообще говоря, факт, что над FQ существует только конечное число абелевых многообразий размерности G. Ну, какой-то фиксированной размерности G. Для эллиптических кривых это очевидно, потому что... Ну, потому что у нас конечное число уравнений Вирш-страсс, например, да? Пространство модулей чего? Ну, поляризованных абелевых многообразий. Говоря простым языком, надо на многообразии выбрать поляризацию и вложить в проективное пространство большую размерность. Надо доказать, что для данной размерности абелевого многообразия размерность этих проективных пространств нужно ограничить. Это неочевидная вещь совершенно. То есть это... Проще сделать так. Мы ограничим сначала степень поляризации и скажем, что для главнополяризованных конечности есть. Это понятно. Мы можем ограничить размерность проективного пространства, если поляризация главная. А дальше есть трюк Зархина, состоящий в том, что можно... Если мы возьмём многообразие, мы можем его возвести в четвёртую степень, по-моему, умножить на четвёртую степень двойственного, и на такой штуке будет главная поляризация. Это тоже связано с квотернионами. Называется квотернионный трюк. Здесь уже неважный. В этом месте вкус закончился, и этот трюк Фалтинс тоже использует. То есть это всё неважно. Ну а дальше надо, опять-таки, из такой теории чисел, имеется факт, что если у нас есть... Значит, вот это многообразие, которое в восемь раз больше предыдущего, оно получено именно как произведение. Поэтому, если у нас есть какой табель... Надо теперь доказать, осталось только одно. Если есть какой табель во многообразии, то у него и только конечное число прямых со множителями, может быть. Без учёта как-то поляризации, да? Без учёта поляризации. Без учёта поляризации. Но это тоже верно. Это там Сейсенхаус какая-то теорема, в общем-то. Честно, и вот это, опять же, это слово используют как-то или не используют? Не используют. Ну там, над числовыми полями тоже точно верно. Так, в общем, там надо долго возиться, поэтому это мы не будем. Но для кривых это очевидно. К сожалению, у меня в теореме потребуется не только для кривых, а для поверхностей ещё. Поэтому я это формулирую в такой общности. Иначе доказать не получится. Так, теперь, когда у нас всё это есть, давайте докажем такую лему. Если у нас есть какой-то W, которая инвариантна в модуле tta, подпространство, f-инвариантное подпространство, то существует какой-то элемент из алгебры эндоморфизма в тензоркуэль, который является проектором на него. Такая лемма. Её, но она в некотором роде ключевая в этом рассуждении, поэтому давайте я её докажу. Пусть у нас yn... Именно проектором, а просто образ? Ну да, я докажу, что будет просто образ. То, что проектор — это неважно. Наверное, даже и неверно. Ну, видимо, можно из этого извлечь, что есть и проектор, но это как бы... Это не нужно. Значит, yn — это образ модуля tta пересечь с W. Ну, относительно естественной проекции в L-степени накручения. То есть это подгруппа в L-степени накручения. Дальше мы можем сделать так. У нас есть... Давайте мы спроектируем... Давайте мы отфакторизуем по вот этому yn. Назовём фактор n. И у нас есть естественная проекция. А с другой стороны, у нас есть отображение... Умножение на L-степени n прямо в A. Ну, тут вот я воспользуюсь сейчас двумя факторами. Во-первых, то, что фактор вообще существует такой, что это снова абелево многообразие. Ну, это не вполне очевидно, но тем не менее, естественно. Мы группу факторизуем по конечной подгруппе. И второе, поскольку у нас ядро вот этой проекции лежит в ядре умножения на L-степени n, то тут вот тоже существует стрелка, которую назову Fn. И она будет гомоморфизмом абелево многообразий. Вот, в частности, вот из этого определения можно вывести важную вещь, что образ модуля Тейта будет равен такой штуке. Это пересечение модуля Тейта с W плюс L-степени n кручения. Вот, это надо немножко помедитировать над этой диаграммой и понять, что так. Так. Ладно, эта теория мне вроде бы уже не нужна. Что? А, пардон. А, пардон. Так. Что-то я не понимаю. Что я здесь хотел сказать. Так. Дальше мы, собственно, воспользуемся конечностью. Поскольку... Ну, давайте я не буду это писать. У нас существует только конечное число абелевых многообразий. Мы построили бесконечно много каких-то многообразий An. То есть у нас существует бесконечно много изоморфных среди вот этой последовательности. Существуют изоморфизмы. Какой-то An0 изоморф на An1. И так далее. Их бесконечно много. Вот тут, для простоты изложения, давайте предположим, что A это An0. Ну, просто так будет проще рассказывать. На самом деле это никаким образом, так сказать, не меняет наш аргумент. Не любую, ну, первую, последовательность, а An0? И не любую? Не любую. Она существует какая-то, ну там. Ну, просто у нас всего их конечное число, этих абелевых многообразий, а я построил бесконечную последовательность. Значит, будет бесконечно много повторений. Тогда у нас существуют какие-то изоморфизмы, я их назову же R. Из A в A, N, R. Вот их бесконечно много. Что? Все на DEF-ку, да. Это вот с самого начала. Ну, мы доказываем теперь ремонтейт. Вот у нас тут. Так. И у R это будет композиция. Мы сначала из A отправляемся в A, N, R. А потом проектируем, вернее не проектируем, а вот возвращаемся при помощи FM в наше A. И для него будет верно точно такое же утверждение, только уже с A вместо A, N. На самом деле это, да, значит, N у нас может быть сколиодным большим, N, R. Значит, в пределе у нас вот этот член исчезнет и останется только W. То есть, если мы в качестве U возьмем предел этих самых UR, он, во-первых, будет лежать в эндоморфизмах A, tensor ZL. Ну, а во-вторых, ну, все-таки давайте, вот тут я модуль T это не буду писать, все-таки так. На векторных пространствах это будет W. Давайте я прокомментирую. Поскольку я сделал вот такой вот выбор, то у меня эта штука получилась прямо в эндоморфизмах. Если мы все-таки скажем, что AN0 просто как-то изоген на A, то есть есть какая-то изогения, надо на эту изогению все будет подкрутить, но и здесь получится, что U уже лежит и в эндоморфизмах есть какой-то знаменатель. Вот. То есть, вот это равенство, то, что U оказалось прям целочисленным, следует из нашего предположения, в общем случае это неверно. Но в остальном все остается как раньше. Так, а, вот я как раз. Все, лему доказали. Теперь для того, чтобы доказать теорему, в этом месте можно было бы доказать теорему в общем виде. Но для этого нужна теорема о двойном централизаторе. И лично у меня она вызывает ощущение какого-то обмана, что... Ну, в общем, не очень понятно, что произошло. Поэтому давайте вот с этого момента мы будем доказывать следствие. Но, по большому счету, вот все, что я говорил, точно так же и теорема доказывается. Вот. А для следствия нам нужно такое наблюдение. Как я говорил, поскольку размерность алгебры эндоморфизмов эллиптической кривой, у нас теперь эллиптическая кривая, меньше либо равна четырем, то у нас на самом деле есть три варианта. Три варианта. Эти самые эндоморфизмы это Q, либо это K, которая квадратична, но это Q. Либо это, ну, что-то четырехмерное, назову H. Почему так? Потому что, если посмотреть поподробнее, у нас наши эндоморфизмы Тензор QL, они лежали в матрицах. Вот QL, два на два. Ну и максимальная коммутативная под алгебра в такой штуке, оно может быть только двумерно. Все, что больше, чем двумерно, оно обязательно не коммутативно. И при этом это алгебра с делением. Ну и дальше, там, аргумент в стиле, видимо, теоремы Фрабениуса нам говорит, что это значит, что размерность 4. Что-то не коммутативное, а размерность 4. Теперь давайте просто все эти три случая по очереди разберем, что бывает. Наша задача доказать, что первого случая не бывает, во втором случае K порождено Фрабениусом, а в третьем случае, что ваша от алгебра квадронионов. И заодно обсудим, что это такое вообще. Как раз будет повод ее определить. Так. Ну давайте, первое. Пусть эндоморфизмы действительно такие. Давайте придем к противоречию. Но это означает, что Фрабениус тут лежит. И это означает, что любое вообще W, которое... так, у нас E. Любое одномерное подпространство в модуле TATE, который двумерен, является Фрабениусом-вариантным. И это значит, что существует какое-то U, ну, вроде бы в эндоморфизмах, то есть... то есть это просто QL, который будет проектировать W, а, ну, пардон, WL на W. Ну, что, конечно, сразу противоречит, потому что скаляр никак не сможет одномерное... двумерное пространство спроектировать на одномерное. Такого не бывает. Заодно эта конструкция показывает, откуда, собственно, в ситуации, когда Фрабениус лежит в центре, берется такое количество из гений, собственно, я их построил. Берем любое подпространство, у нас появляется проекция, ну и меняя эти подпространства, мы получаем. Это не доказательство, но это объяснение, почему их так много. Второе. Пусть у нас теперь эндоморфизм это K, докажем, что K порождено Фрабениусом. Опять-таки пусть у нас Фрабениус лежит в Q, который под поле K. Тогда... Но, к сожалению, надо действовать немножко хитрее здесь. Тогда любое альфа, которое лежит в эндоморфизмах E минус ну, K-тензор QL. Любое такое альфа все равно будет коммутировать с Фрабениусом. Но, с другой стороны, для него все-таки найдется какой-то лямбда из K, который с ним не коммутирует. Ну, просто потому что K это максимальная коммутативная под алгебра. Вот фиксируем такой альфа и такой лямбда. И заметим, что поскольку альфа... Так, давайте я... Доказательства лямбда, наверное, можно стереть уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте упражнения для тех, кто внимательно слушает. Что сейчас надо сделать? Нет, это то, что очевидно. А почему она не может быть полем размером 4? Потому что в матрицах 2 на 2 не бывает полей размером 4. У нас все на конечном поле. Нет, над алгебраическим замыканием то же самое будет. На самом деле, вот... Ну, собственно, модуль Theta это то, что определяется на точках над алгебраическим замыканием. Поэтому в некотором роде... То есть все это вложено в модуль Theta, не имеющее ни каких-то кривой, который у нас 2 на 2? Эндоморфизм у модуля Theta это просто матрицы. Ну, в смысле, что это эндоморфизм просто векторного пространства над QL. То есть это же глубоко где-то вы принимаете 2 на 2? Это просто им равно. Здесь вообще как бы... Алгебраическое замыкание QL мне здесь точно не нужно, как бы, да? А конечного поля, вот, на уровне модулей Theta, уже как бы его нету, да? Я не знаю, что N0 от E лежит глубоко вне 3, а в модулях Theta как раздаваться. Да, ну, это я обсуждал, да, что они... Что каждому... Ну, у каждых загений можно сопоставить отображение на модулях Theta, потому что... Да. Так. Хорошо. Теперь... Теперь главный трюк. Он, собственно, используется в основном доказательстве, но зато здесь можно обойтись без теоремы о двойном централизаторе. По этой вот леме замечательной у нас существует U, которая, как мы обсудили, лежит в матрицах 2 на 2 только над K. А, ну, это как раз и есть, это эндоморфизмы E квадрат, тензор QL, которая будет проектировать модуль Theta E квадрат на график альфы. Значит, график альфы — это какое-то подпространство у нас в модуле Theta E квадрат. И поскольку альфа коммутирует с фрабиниусом, то это фрабиниусом вариантное подпространство и здесь тоже. И мы можем применить нашу лему. Теперь, имея это, напишем такое. У нас есть наша лямбда, которая лежит в K. Лямбда лежит в K. Сейчас почему написано, что матрица 2 на 2 от K — это эндоморфизма… Тендоморфизма E квадрат на K тензор QL. Пардон. Да, это я погорячился. Я забыл, да, множество на QL. Что это написано? Матрица 2 на 2 над K тензор QL — это то же самое, что эндоморфизма E квадрат тензор QL. Это вот то, что мы здесь обсуждали. Только я на QL еще домножил. Так, сконцентрировались. Самый важный момент. Применим вот это наше равенство. И заметим, что U и лямбда коммутируют, потому что лямбда лежит в K, а U лежит в матрицах над K. График альфа. Да, я сказал, но не написал порту. График альфа. Поскольку альфа коммутирует с фрабиниусом, это фрабиниус инвариантное пространство. Так. Значит, первое равенство все просто. Гамма альфа — это U, примененное к модулю Тейта. А дальше замечаем, что U и лямбда коммутируют, потому что U — это элемент в пространстве матрицы, а лямбда — это диагональная матрица. И они коммутируют. Применяем. Ой. Я пишу так подробно, чтобы не было ощущения обмана в этом месте. Возможно, оно все равно будет. И это лежит. Просто про эту матрицу теперь забудем. То есть мы получили, что наша диагональная матрица сохраняет гамма альфа. Теперь давайте подробно распишем, что это означает. Значит, наш график — это просто множество таких векторов вида VαV, где V — это модуль Тейта. А с другой стороны, гамма альфа содержит... Ну, можно применить лямбду к такому вектору. Он коммутирует с альфа, короче. Он коммутирует с альфа, да. Ну, не знаю. Может, это стоит оставить в качестве упражнения. В общем, это равно какому-то вектору V' αV'. Тут мы просто применили лямбду, а тут воспользовались тем, что это лежит в гамма альфа. Ну, из этих равенств уже следует, что для любого V... Значит, V' у нас оказывается лямбда V. А с другой стороны, отсюда получается, что лямбда альфа V равно альфа лямбда V. И это для любого V, разумеется, верно. Поэтому они коммутируют. Вот, в общем, получилось противоречие. Заметим, что здесь я как бы явно не построил все равно нужную сгеню, но хотя бы я доказал, что... А, мне здесь и не надо было ничего строить. В общем, мы доказали, что фрабиниус не может лежать в ку, значит, он порождает все поле. Единственное, что надо еще проверить, наверное... Ну, давайте я здесь же прям проверю. Или вот здесь, чтобы было видно лучше. Надо проверить, что это наше расширение чисто мнимое. Мы поняли, что оно квадратично и порождено фрабиниусом, надо понять, что оно чисто мнимое. Но вот давайте посмотрим на это наше уравнение. У нас f квадрат минус bt bf плюс q равно нулю. И что значит, что расширение чисто мнимое? Значит, что дискриминант b квадрат минус 4q меньше нуля. Но это, на самом деле, в точности неравенство Хасс и Вилли, мы поняли, что модуль b меньше либо равно, чем 2 кори низкую. Но и для эллиптической кривой мы это знаем. Так. Хорошо. Остался третий пункт. Давайте я про него здесь напишу. Собственно, про алкебру квадратнионов. Мы знаем следующее, что вот это h tensor ql и это верно для любого L не равно p. Такое будет нестандартное, может быть, определение матрицы квадратнионов. Значит, h, напомню, это в третьем случае. Вот. Третий случай. Значит, случай, когда у нас алгебра эндоморфизма четырехмерная. Но при этом при этом сама в такой матриц не ходит в это определение. Волевую очередь, да? При этом h от алгебры разделения. Ну вот, утверждается, да, что плюс у нас h от алгебры разделения с центром q. В общем-то, утверждается, что уже вот это определяет наш алгебру однозначно. Но я охотно поверю, что многих такое описание не очень удовлетворило. Поэтому давайте обсчитаем пример небольшой. Нет, это определение алгебры. Вот у нас есть какая-то алгебра над q, которая с делением над q. Четырехмерная. Ой, кошмар. Да. Четырехмерная, некоммутативная. С центром q. И при этом для всех l не равного p она тривиализуется. Значит, она обязательно не тривиализуется в бесконечности и в p. Ну вот это такой способ определить алгебры кватернионов. Давайте будет сейчас примерчик. И мы в этом примерчике ее напишем образующими соотношителями. Может кому-то так понравится. HL, это у нас там D2, это H, C, N, B. HL? У нас там D2, там мы определили, вот теоремы там... А, он будет Hp. Hp. Hp это такое жирное Hp. Это алгебры кватернионов. H это обычные кватернионы на q? Ну обычные, ну да. А Hp что это? Почему они тривиализуются на семи q? Но дело в том, что обычные кватернионы на q, они нумеруются простыми числами. Совсем обычные кватернионы на q, это H2. Если угодно. А вообще у нас... Ну это сложно, значит, в общем случае. Поэтому я это сделаю в частном случае. Заодно мы посчитаем пример. Давайте уже к этому перейдем. Но я, по крайней мере, не умею в общем случае писать, поэтому... Если ты меня научишь. Давайте вспомним кривую, про которую я говорил в конце прошлой лекции. Y квадрат равно x4 плюс 1. Кто про нее что-нибудь посчитал? Есть такие? Понятно. У нее обязательно есть автоморфизм. Сигма назовем его. Который xy переводит в и x на y. Где и квадрат равно минус 1. Тут есть тонкость, что если... И это тот случай, который нам нужен. p сравним стройка по модулю 4. То вообще-то у нас в fp нету такого элемента. А мы кривую на dfp рассматриваем. У нас кривая на dfp, но... У нее есть автоморфизм, который на dfp не определен. Но он, конечно, определен над квадратом. Но dfp не определен. Да, ну и в частности, квадрат этой штуки это... Минус единичная изогения, которая в данной ситуации задается формулой. xy переходит в минус xy. То есть вот этот, ну... Сигма квадрат равно минус 1, по-простому говоря, в алгебре эндоморфизмов. Такое соотношение у нас есть. Что мы получили? Мы получили, что эндоморфизмы нашей кривой e на dfp, они лежат, конечно же, в эндоморфизмах на dfp квадрат, но не равны им как раз. Мы заказывали. Потому что здесь есть сигма, а здесь нет. А поскольку у нас всего два варианта, то из этого следует, что вот эта штука равна k и порождена фрабениусом. Ну, а эта штука равна квадратнионам. В частности, f это какой-то элемент в квадратнионах. А с другой стороны, здесь же у нас есть элемент вот этот сигма, ну и давайте вычислим, как f действует на сигму. Я утверждаю, что f сигма — это минус сигма f. Ну, давайте это проще всего понять в координатах. Давайте так и сделаем. У нас мы применяем f к и x, y. Это и в степени p, x в степени p, y в степени p. Дальше мы вспоминаем, что... Ой, простите. У меня наоборот. У меня p сравнима с тройкой по модулю 3. С тройкой по модулю 4 сравнима. Почему никто не следит? Да, и тогда у нас получается минус i, x в степени p, y в степени p. Вот. Буквально это соотношение. Да, осталось понять, какому уравнению удовлетворяет f. Что мы можем сказать? У нас вот этот f, ну, это фрабиниус, наш кривой над fp. А если мы его возведем в квадрат, то это... Ну, давайте я словами напишу. Эндоморфизм фрабиниуса e над fp квадрат. В частности, он лежит в q. И потому, что мы обсуждали, f квадрат равно плюс-минус p. Ну, вот, например, из этого уравнения. Мы же где-то функцию вычислили уже. Кто скажет, почему не может быть f квадрат равно плюс p? Да, потому что, если это плюс p, то... то q от f будет вещественное расширение, чего мы запретили. Соглашение состоит в том, что ты именно такие алгебры считаешь алгебрами? Ну, казалось бы... Среди всех цифричных алгебрами? Ну... Буквально, вот я, значит... Я задал некоторую алгебру образующими соотношениями. Давайте я их тут... Где? Ну, тут вот рядом. Выпишем, да, значит... Hp, образующие... Сигма и f. Соотношение... Сигма квадрат равно минус 1, f квадрат равно минус p, f сигма равно минус сигма f. В ситуации, когда p сравним с тройкой по модулю 4, это буквально алгебра квадрамионов, ничего как бы. Вот. А про циклические алгебра я говорить не хочу. Ну, то есть, любое вообще алгоразделение надпора, значит, 4 задается примерно тем же, только минус единицу и минус p надо поменять на число... Ну, минус p можно оставить, а вот с минус единицы надо повозиться, да. Надо заменить какие-то числа fs, точь, что дотаем соотношение в k2 там. Ну... Ты меня спрашиваешь? Мне кажется, ты знаешь ответ на этот вопрос. Я просто удивился, что какая-то малая девчасть объявлена алгебра квадрата. Я просто так понимаю, с какому признаку она выглядит. Почему? Вот у меня есть общее определение алгебра квадрамионов. Тебе он не нравится? Вот, вот он. Вот. В частности, если p сравним с тройкой по модулю 4, его можно задать и так. Нет, алгебра с делением с центром q, размер равна 4. Ин варианты нетривиальны в pf бесконечности. Ну, такое определение. Ну, не самое лучшее. Ну... Те, кто любит другое определение, попробуйте доказать, что один эквивалент. Не знаю. Тебе что не нравится? Что я не дал определение циклической алгебры? Нет, нет, я просто... Ну, нет, я исключил за. Я вообще считаю, что любое определение... Либо будет против ничего. Просто... Все хорошо. Я в восторге. Так. Кажется, я опять справился заранее. Что нет. Все. Все? Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть еще вопросы. А верно ли, что обидно многобратья над конечными полями всегда гладкие? Конечно. Это же группа. Ну, группы же бывают в негладке над конечными полями. Ну, нет, над конечными все равно бывают. Но... Там возможно. Такая штука не будет проективной. А не афинной. Нет, ведь вопрос такой иногда. Бывает ли... Проективная групповая схема, неправильная над совершенно полями? Ну, вот утверждается, что не бывает. Бывает. Ну, нет. Ну, Милпай все-таки... Ну, является проективной. Квази-проективной является. В смысле... Ее же можно замкнуть вложить? Куда угодно? Квази-проективной. А... Видимо, просто предъявили сказать, что это многообразие. Ну, это многообразие, да. Видимо, правильно сказать. Квази-проективной. Да. Конечная групповая схема проективная. Логично. То есть, в поле не сюжет, то мы требуем своей воли привезенности. И над конечным полем такие штуки бывают, и над совершенным. Но мы требуем, чтобы обелевое многообразие было многообразием. Тогда, конечно... Хорошо. Еще вопросы. Вот я... Четвертый раз спрашиваю. А можно посмотреть, откуда делись матрица 2 на 2? Значит... Значит... Значит, что было такое? Эндоморфизма N0 от E вложена в автоморфизмом модно-тейтер как Z. А, вот здесь вот. Это... Это эндоморфизмы... Ну, без нуля даже. В, Л, Е. Это буквально двумерное векторное пространство без всяких структур. Мы берем все эндоморфизмы. Получается... То есть, как будто N0 от E вложен в эндоморфизмы T, L, E, да? Ну, V, L все-таки лучше. Что там? Если N0, то в эндоморфизме V, L. Ну, либо мы добавляем знаменатели, либо не добавляем. Я сформулировал теорему без знаменателей. Но, понятно, если их добавить, то там ничего не поменяется. Тут тоже будет вложение. Ну, все-таки формально я доказал только следствие. Но на этом последнем этапе, если воспользоваться, ну, вот, трюками вроде этого и применить теорема в двойном централизаторе, то, в общем, получится вся теорема. Ну, я говорю, лично у меня остается ощущение жульничества в этом месте, поэтому... Ну, я бы хотел понять, откуда делось это положение в Валдер-Матерс, как бы, ну, либо из теоремы T, либо из трюков... Нет, просто из того, что вот я сказал в начале. Каждому эндоморфизму соответствует эндоморфизм модуля T. И даже если мы потензорим на QL, то это будет вложение. Все равно вложение, да. Что? Нет, это несложное рассуждение. Ну, для эллиптических кривых это легко увидеть. Вот, собственно, я, по-моему, это не прокомментировал, но для эллиптической кривой это легко. У нас... Вот я сказал, что... Обсуждается такой вопрос, что эндоморфизмы эллиптической кривой тензор, давайте даже ZP, но... Не важно. ZL вкладываются в модуль Theta. Здесь L может быть равно P. Не важно. Важно, что это не нулевой модуль. Да, почему это вложение? Если мы про ZL забудем, возьмем просто FI из E в E, то то, что TL от FI равно нулю... Ну, это означает, что, если вспомнить определение просто модуля T, как... такие бесконечные последовательности. Это означает, что FI просто на каждом кручении равно нулю, и тем самым мы построили просто бесконечное множество точек, на котором FI зануляется. Ну, там, в случае кривой это плотное по зарискому подмножество, поэтому FI равно нулю. Если потензорить на ZL, то надо повозиться, это техническая вещь, я как бы... Но идейно происходит все то же самое. Просто надо приближать, надо убеждаться, что... То есть, по модулю L это все равно изогения, по модулю L эта штука равна нулю. Значит, поделим на L, снова получим штуку, которая зануляется, ну и так далее. Что-то в этом духе. Хорошо, еще вопросы? Если нет, давайте поблагодарим Сергея Федоровского. В конце лекции больше людей, чем...